Приветствую вас, мои дорогие. Поговорим сегодня о путешествиях на автомобиле, путешествиях вместе с детьми. Сказать по правде, классная тема, очень интересная. Я вот когда вспоминаю, как мы с детьми, как я со своими детьми путешествовал, как мы путешествовали вместе с родителями, столько классных, крутых воспоминаний. Но когда я сейчас планирую об этом всем вам рассказать, мне, конечно, очень грустно. И многие разделят со мной эту грусть, потому что скажут, что уж точно сейчас нам не до путешествий. И тут я хочу обратить ваше внимание на то, что для нас всех очень важно понимать, что расширение горизонтов планирования и наши планы на после войны, они для нас очень важны, очень важны. Нам важно быть уверенным в том, что впереди у нас классная жизнь, жизнь с путешествиями, что папа обязательно вернется. И папа будет за рулем вести нас к красоте. Или просто ездить по нашей прекрасной Украине, где все восстановят, починят и мины разберут. И папа будет за рулем. Мы его дождемся обязательно. И поэтому, чтобы мы папу не подвели, чтобы мы заранее подготовились, вот я хочу, чтобы мы вместе на эту тему сейчас и поговорили. И прямо сейчас планировали, куда мы поедем. Я, кстати, когда только начал, задумывался об этой вот теме, я вспомнил свое первое путешествие на автомобиле вместе с родителями. Мне было 12 лет, когда мы впервые поехали на море. И я помню, вот мы на следующий день должны были утром ехать. Я прибежал с очередного футбола, где мы победили, и начал орать, мама, мы победили. Мама мне сказала, тсс, папа спит. И мама мне прочитала целую лекцию шепотом, что когда люди отправляются далеко-далеко на автомобиле, то главный – это водитель. Мне это было как бы необычно слышать, потому что у нас по всем явлениям в доме всегда была главная мама. Но оказалось, что бывает ситуация, когда папа главный. Папа главный, когда он за рулем. Поэтому все и ты, и сестра твоя должны ходить на цыпочках, тихо-тихо, потому что папе надо выспаться, ему надо завтра быть бодрым, отдохнувшим, нам рано вставать. Поэтому цыц, марш в кровать, и поэтому уже здесь надо делать правильные выводы. Кто за рулем, тот и главный. Поэтому очень важно, когда мы планируем путешествие, чтобы дети не отвлекали того, кто за рулем, чтобы дети не мешали тому, кто за рулем. Тем не менее, друзья мои, когда мы планируем путешествие на автомобиле, у нас есть определенная информация к размышлениям перед дорогой, и нам надо просто принять во внимание некоторые факты, о которых я хотел бы с вами поговорить. Да, кстати, перед тем, как мы перейдем к рассмотрению этих фактов, я хочу обратить ваше внимание на то, что теме путешествий с ребенком мы посвятили классическую нашу программу школы доктора Коваровского, которая так и называлась «Путешествие с ребенком». Вот ссылочка, идем смотрим. Но там мы говорили про путешествия вообще, а сегодня как бы мы суживаем спектр обсуждения и говорим про поездку именно на автомобиле. Итак, о чем мы должны задуматься? Первое – маршрут поездки. Но это важно хотя бы потому, что мы знаем здесь, где мы сможем отдохнуть, где мы сможем покушать, где мы сможем побегать, расслабиться и так далее, и так далее. Кстати, очень важно еще, у нас вообще фиксированное время прибытия или нет. То есть, когда мы четко должны в 5 утра быть в таком-то аэропорту, потому что там мы оставим машину и дальше полетим, или мы просто едем куда хотим, сколько хотим, никуда не торопимся. Опять-таки, это очень сильно повлияет на наши планы. Что еще повлияет на наши планы? Это у нас автомагистраль или маршрут по всяким местам, по петляющим дорогам, где в любом месте можно остановиться. Кстати, я предупреждаю всех наших соотечественников, кто очень часто нашу украинскую магистраль путает с европейской автомагистралью. На европейской автомагистрали остановиться, чтобы пописать, не получится. Это у нас можно пописать в любом месте, а там только где заправка. Поэтому об этом надо думать заранее. Конечно же, когда вы путешествуете не по автомагистрали, не по автомагистрали, у вас, вам будет намного спокойнее вместе с ребенком, намного. Вы в любом месте сможете остановиться, выйти, прогуляться, насладиться окружающей красотой. А уж если вас занесло на автомагистраль, то я, кстати, обращаю ваше внимание. Вы всегда видите, что приближается заправка. И поэтому сказать надо ребенку, дорогой, через пять минут будет заправка. Кто тут хочет писать? Конечно, это классика, когда через две минуты после того, как автозаправка осталась позади, уже хочется писать. Так, на что еще обращаем внимание? Когда мы отправляемся в путь? Есть свои плюсы в том, чтобы выехать утром. Есть свои плюсы, особенно когда речь идет именно о путешествии с детьми, выехать на ночь, когда мы можем уложить детей спать. Они там в машине спокойно спят. Мы можем проехать довольно большое расстояние. Опять-таки, если есть автомагистраль, если рядом ничего красивого, конечно, это классный вариант. Но здесь решение, то есть утром или на ночь, принимается абсолютно без учета детей. Здесь решение на решение влияет именно выспавшийся водитель. Если водитель может выспаться и чувствовать себя ночью нормально, значит, тогда выезжайте на ночь глядя. На что еще обращаете внимание? Багаж. Во-первых, если вам долго ехать, всегда можно отделить тот багаж, который понадобится в дороге, и тот багаж, который должен быть именно в багажнике. При этом обращаю ваше внимание, что незакрепленное в салоне, плюс лишнее в салоне, очень сильно затрудняет поездку. Поэтому, если у вас маленький багажник, заранее думайте про багажник на крыше автомобиля и так далее. Главное, чтобы было просторно, чтобы было куда что поставить. Важнейший вопрос, что взять с собой? Ну, прежде всего, вы понимаете, что ребенок начнет кричать, что он проголодался, и это может произойти в любой момент времени. Сразу предупреждаю вас, что если ребенок захотел есть сейчас, а еду сможет съесть через час, то от этого он не заболеет, и ничего страшного с ним не случится. Вот почему-то у огромного количества родителей, особенно на территории нашей страны, сложилось впечатление, что если ребенок сказал, мама, я хочу кушать, а вы тут же не засунете ему что-то в рот, то вы плохая мать, мачеха, и, короче, недостойна быть современной родительницей. Ничего страшного. Может и потерпеть несколько минут, а то и час. Тем не менее, продумать сухой паек, который вы можете перекусить с собой, продумать то, что может находиться в холодильнике, в сумке-холодильнике, те же там йогурты, продумать о том, что все, что может быть раздавлено, будет раздавлено. Все, от чего могут быть липкие пальцы, все будет в липких пальцах, и эти липкие пальцы будут касаться в автомобиле абсолютно всего. Поэтому тщательно проанализировать то, что не запачкает, и то, что может быть безопасным. Далее, там, куда вы едете, может не быть привычных вам продуктов, или они не будут, по крайней мере, в том магазинчике, который возле дороги. Если ваш ребенок привык к определенным продуктам, хотя бы на какое-то время возьмите эти продукты с собой. Опять-таки, сумка-холодильник вам в помощь. Берите с собой побольше напитков, со сладкими и газированными осторожно. Тем не менее, лучше, чем элементарная, прохладная вода, по большому счету, ничего нет. Конечно, одно из важнейших заданий это развлечение в дорогу, ну, всякие планшеты, да, очень желательные наушники. Я, по крайней мере, должен сказать, что когда я путешествую, у меня сзади в машине сидят внуки, то я настоятельно требую, чтобы все телефоны, они слушали только через наушники. Потому что, когда вдруг возникает какой-то посторонний звук, особенно звуки там тормозящих автомобилей и так далее, то это очень сильно отвлекает водителя. Поэтому, еще раз говорю, планшеты, наушники, это обязательно. Далее, что еще обязательно? По возможности, это мой вам совет, привлекайте детей к участию в путешествии, чтобы дети ориентировались в картах, в автонавигационных программах. А где мы сейчас находимся? А сколько осталось до такого-то города? А по какой улице мы едем? А где ближайшая заправка? А сколько до нее километров? Пусть дети смотрят в окно, а не только в планшет. Пусть сопоставляют то, что они обнаружили там. Опять-таки, заранее скачать программы, мультики, музыку, то, что они любят и хотят, то, что их реально отвлечет. Тут вы лучше меня знаете. Теперь поговорим про то, что мне ближе всего. Лекарства, предметы, гигиены, которые надо взять с собой. Обращаю ваше внимание на то, что у нас есть программа школы доктора Комаровского, которая называется «Аптечка путешественника». Кроме аптечки путешественника, берем с собой, на всякий случай, оршок-подгузники, берем влажные салфетки, берем солнцезащитные кремы, берем средства, это зависит, конечно, от времени года, когда мы путешествуем, берем средства от мороза и ветра, берем защитный крем для губ, берем аптечку неотложной помощи. По этому поводу также смотрим две программы из цикла «Неотложная помощь». Вот аптечка неотложной помощи, часть первая. Здесь всякие перевязочные материалы и так далее. И аптечка неотложной помощи, часть вторая. Здесь лекарства. Очень актуальная для многих тема укачивания. Поэтому, опять-таки, смотрим из нашего цикла «Неотложная помощь» программы про укачивание. Ну и если речь идет о том, что надо выбрать хотя бы оптимальный препарат от укачивания, то я советую, записывая медленно, произвешу название «Гименгидринат». «Гименгидринат» это международное непатентованное название. У нас в стране есть два торговых названия этого препарата. Вы это обязательно найдете. Это препарат в таблетках. Да, вот в таблетках, которые рекомендуют детям от двухлетнего возраста. Тем не менее, он очень эффективен. Реально, это антигистаминный препарат первого поколения. Вы внимательно изучите инструкцию. Опять-таки, у нас есть видео про лекарственные формы для детей. Вот оно. Но, тем не менее, эффективного и многим детям нужного «Гименгидринат» в лекарственной форме для детей нет. Но есть таблетки детям от двух лет до пяти примерно одна четвертая и одна треть таблетки. Старше пяти лет пол таблетки и препарат реально работает. Опять-таки, кроме лекарств, возьмите с собой пакеты для мусора. Возьмите с собой полотенце, которым можно вытирать руки. Возьмите с собой мяч или что-нибудь, чем вы сможете заняться, когда остановитесь и выйдете подышать свежим воздухом. Правильно одевайте детей и в дорогу. Обратите внимание на то, что во время поездки ребенок должен быть одет в самое простое, привычное, то, что не очень жалко, то, что можно запачкать и так далее, и так далее. А если вы планируете выезжать ночью, то надевайте на ребенка его любимую пижаму, в любимой пижаме и спится легче. Резюме. Я искренне желаю вам, чтобы как можно скорее в вашей жизни появились замечательные путешествия вместе с детьми. Мы к этому уже готовы. Ждем папу. Редактор субтитров А.Семкин